Юбилейный 85-й сезон в областном театре «Кукол» открыл гадкий утенок. Перед спектаклем артисты разыграли целое представление. Чтобы открыть дверь в зрительный зал, детям пришлось проявить смекалку и разгадать загадки. О подготовке к новым спектаклям расскажет Анастасия Русалова. Зайчики, пингвины, мальчики и Дед Мороз – будущие герои новогодних спектаклей, которые уже сейчас готовит областной театр «Кукол». Пока они мало напоминают любимых персонажей и совсем не похожи на свои нарисованные прототипы. Работа интересная, эскизы, пожалуйста, можно даже посмотреть уже. Работа полным ходом. Процесс изготовления кукол большой и трудоемкий. На создание одной игрушки уходит порой больше недели. Уже в ноябре весь реквизит будет готов и начнутся генеральные репетиции. В данный момент мы работаем над спектаклем, как Дед Мороз появился. Это для самых маленьких детишек на Новый год будет представление. Вот в данный момент это вот такой вот зайчик будет. Вот они, два зайчика, они будут одинаковые. Еще одно важное для театра событие – ремонт здания на проспекте Ленина, 27. Его передали театру еще в 2012 году. Из областного бюджета было выделено финансирование. Сейчас работы идут полным ходом. Это объединение всех цехов, всех структур театра в одном здании. Потому что многие годы наши помещения были разбросаны по всему городу. Для нас это очень важно, особенно при производстве спектаклей, при подготовке мероприятий. Возможность поставить спектакли более масштабные, потому что там есть колосники, мы можем менять картины. Сцена назначительно больше и удобнее для работы, так сказать, для зрителей. Зрительные залы просторные. Будет два зрительных зала. Один на 60, другой на 300 мест. На все работы по капитальному ремонту бывшего дома офицеров уйдет около 230 миллионов рублей. А реконструкция займет два года. Поэтому уже в 2019 году театр «Кукол» вместе с маленькими зрителями отметит новоселье.